итак ребята всем привет сегодня у меня будет интересно видео по чистке чистки того самого складня который я вам недавно показывал когда разбирал затерянный свой старый рюкзачок и нашел большую створку центральную створку она очень безобразного внешнего вида сейчас я вам ее продемонстрирую и обязательно посмотрите видео до конца потому что в процессе видео рассказываю очень много нюансов которые потом у меня упрекает что я якобы что-то не показал что не рассказал смотрите до конца и будет все понятно будем чистить сегодня створку центральную большую большими окислами какой нарост я вам сейчас все это покажу ну что ребята вот такой вот у нас будет скал один сегодня чистится как вы видите да вообще ничего не видите просто кусок какой-то зеленый некрасивой формы вообще ничего не видно многие даже на копе новички могут такой просто-напросто шмурдяк выкинуть вот чистить мы будем сегодня при помощи наших щеточек вот и не щеточки в основном будем для начала чистить грубый затем мягкой ну а дорабатывать уже будем непосредственно вот у меня еще две щетки это стальная и латунная ну и конечно же наша жидкость какая жидкость вы узнаете конечно же в конце видео ролика но сначала посмотрите какой будет результат чистки если понравится то обязательно смотрите дальше и узнаете мой состав жидкости ребят после того как я ее очень тщательно помыл все равно ничего не видно никакого силуэта нарост ужасный вообще ужасный я с таким наростом если честно сталкиваюсь впервые потому что это вообще ничего не видно ладно ну что помчали берем емкость неглубокую наливаем жидкости на донышке затем вложим нашу створку и уже поливаем сверху как вы видите процесс пошел мгновенно наша жидкость превращается в белое в белое существо такое знаете и это как раз нам и нужно это пошла уже работа нашей жидкости непосредственно с зелеными окислами процесс как вы видите идет мгновенно сразу идет все хорошо ну полежит она у нас наверно в таком состоянии минут десять я это все посмотрю вместе с вами десять минут и посмотрим появляются у нас какие-то образы или нет это жидкость очень хорошо работает именно на бронзу на латунь я ее использую всегда при чистке металлопластики смотрите видите зелень как бы уже сошла и осталась какая-то чернота это грязь песок зелени так таковой уже практически нет но нам до чистого состояния это складе еще далеко и так ребята решил я вам все это сделать наглядно и запустил секундомер время пошло за сколько почистит все вы увидите сами так что идем дальше периодически я буду вне эфира все это обрабатывать щеточкой вот я работаю без перчаток но вам рекомендую взять все таки перчатки потому что если у вас на пальцах имеется хоть маленькая микро царапина то будет щипать жутко вот периодически вот прохожу по щёточки щеточкой по нашей створки я вам пока не показываю что там происходит жидкость стала очень грязной что находится под этой грязью пока не видно чуть позже вы уже увидите на результат что же у нас под слоем зелени там скрывается зачем я обрабатываю щеткой я ускоряю процесс чистки то есть смертные загрязнения которые отходят при помощи нашей жидкости я их просто щеткой помогаю помогаю сойти не процесс будет долгим нудным буду вам только включать отрывки результата что у нас происходит ну и конечно результат конечный вы увидите так что ладно секундомер у нас включен вы не укусите ничего ну что ребята секундомер показывать 10 минут и я сейчас вам покажу промежуточный результат что у меня получилось для начала хочу сказать что сюда же я закинул еще одну створку тоже очень ужасного налета решил чтобы жидкость была продуктивней сразу почистить несколько образцов что у нас получается со складе я уже вижу появился какой-то силуэт что-то уже проглядывается рисунок какой-то характерный есть центральной части как вы видите видите силуэт и я предполагаю что здесь вот знаете похоже у меня есть похоже есть я не специалист таких вещах вот но все же вам покажу сейчас я это все сполосну водичкой и покажу на результат уже спустя 10 минут ну а сейчас мы засунули все это в водичку чтобы помыть ну и вам показать что у нас здесь уже стало появляться до появляется металл вот вот такая вот красота у нас уже получается это 10 минут ребята 10 со створочкой у нас здесь дела немного получше здесь как-то получилось вот так результат есть и меня радует зеленка еще осталось но в основном очень сильные в еды такие неприятные здесь вот вообще жутко может быть даже придется механически удалять если не получится с жидкостью то может быть нужно привергнуть еще при помощи механики ушки к сожалению я вижу уже здесь отломано здесь тоже отломано 2 по диагонали целых и 2 отломанных возможно как-нибудь мы ее все-таки в свое время отреставрируем еще сейчас у нас задача почистить ее так что продолжаем итак ребята старую жидкость мы слили я рекомендую всем после первой же процедуры нужно ее менять потому что она как бы теряет свою силу эта жидкость ну и неприятно самому швыряться в грязи вот как вы видите после того как мы прошли щеточкой старые отслоившись и грязь и жидкость опять заработала снова стали появляться пузырьки газа и эти свидетельства тому что процесс снова пошел кстати вот смотрите в этой области вот в этой области уже появился чистый латунный цвет желтый и это очень радует вот сейчас я вам даже покажу покажу вот она красавица стала появляться стала появляться хорошо эта жидкость почистить прям до чистого родного цвета то есть желтого здесь смотрите уже все окислы как бы отвалились но загрязнение небольшие все же остались створка быстро дошла очень быстро но здесь и загрязненность была слабая все продолжаем продолжаем ждать еще минут десять-пятнадцать и я вам покажу на результат итак ребята прошло пять минут и вот знаете я немножко стала разочаровываться в том что сохран к сожалению хрен пойми какой здесь какие-то ошметки горелого это не загрязнение это какие-то очаги возможно пожара ли что-то в этом роде какая-то непонятная загрязненность и сейчас я возьму наверно шабер и шабером немножко пошкребыку немножко только именно вот эту область где большие окислы жидкость работает она возможно справиться но я хочу ускорить ну что ребят время подходит уже к своему завершению по секундомеру смотрите по секундомеру уже смотрите ровно два часа у нас осуществляется чистка два часа другой складе который я закидывал позже он почистился буквально за какие-то 20 минут сохран смотрите какой классный я с ним ничего не делал не полировал не что просто прощался латунной щеточкой и в принципе очень хорошо получилось но к сожалению я немножко расстроился из-за того что это левая створка я одному камраду обещался створку предоставить помочь ему восстановить и когда он был в окислых я думал это правая створка но после чистки оказалось это левая к сожалению камрад помочь тебе не могу следующее что у нас происходит окислы я вам говорил в центре складня очень отвратительные и целях экономии жидкости я перекинул наш с вами складе в более маленькую емкость потому что жидкость у меня осталось совсем совсем чуть-чуть так что решил поэкономить но створку уже приобрел такой знаете характерный вид действительно какой-то вещи образы лики святых рассматриваются и достаточно бодро получается но центральная часть как я вам изначально говорил что я даже не знаю что за такая я не знаю загрязненность на монете на монете заговорился на створке что прям невозможно здесь потихонечку с этого угла жидкость справляется окислов становится все меньше и меньше так что следующий показ наши створки я уже покажу чистый вариант и общее время сколько у меня ушло на чистку повторюсь на чистку этой створки я уже не буду его приводить в порядок наносить тени с на нее патину поднимать рельеф это все выдал должны знать у меня на всех других видео я вам показывал как я это все делаю сегодня я решил вам показать справиться ли с таким огромным окислом наша жидкость с данного складня и время два часа пошел третий час как я его отмачиваю в этой жидкости так что следующий раз включусь когда створка будет уже готова полностью почищен так что смотрим до конца ну что ребята чистка у меня затянулась как вы видите по секундомеру уже почти четыре часа мы чистим с вами один складе что я хочу сказать по складе складе мы как бы почистили очень было сложно это сделать но как я вам говорил изначально в этих местах была непонятная загрязненность и я так предполагаю что он горел и краска здесь которая была она оставила себе знать то есть складе к сожалению у нас с утратами очень тяжело было его почистить очень тяжело прибегал я также к механической чистки после каждого просмотра я немножко шабером очень сильные окислы подчищал вот и в принципе створку у нас почищена полностью окислов на ней больше нет и это нам было самое главное сейчас еще кое-какие манипуляции сделаю и возможно продолжение видео сюжета будет будет но как вам сказать у нас сегодняшняя задача была почистить его мы его почистили окислов нету наша жидкость справилась нура вы наверное спросите почему я не использую свой метод чистки при помощи ортофосфорной кислоты ортофосфорная кислота она слабее сегодня мы чистили при помощи вот такого вот состава состав здесь соляная кислота и соляная кислота работает очень хорошо именно на створках на металла пластики в частности латунь бронза чистится от души вот этот вещицу мы почистили прям за считанные какие-то минуты но с этой пришлось побороться вот так что сейчас еще кое-какие действия с этим складе им сделаю и будем наверное заканчивать и так ребята буду подводить итоги сегодняшней работы получился у меня вот такой складе кто-то меня может быть и осудит может быть кто-то скажет переборщил но фактом что на нем такая была противная окисел что я впервые столкнулся чтобы на латуни такой был окисел вот эту часть всю съела мне пришлось патинировать и и в некоторых местах срезать слой латуни чтобы хоть как-то выровнять цвет и поднял немножко рельеф и как бы получилось неплохо даже не знаю искать от него створки или нет вот но все же кстати хочу сказать что эту створку тоже смотрите как установил ну я его просто запатинировал слегка поднял рельеф цвет можно тоже немножко изменить что у меня сегодня было используем это щетки стальная латунь обычная щетка для патинирования щетка для очистки вот и конечно же поднимала рельеф при помощи бур машинки и пасты гоя вот ну и шабер шаберком тоже кое-какие места подрезал так что если кому понравилось обязательно пишем комментарии пальчик вверху за трудосторония а труды действительно были серьезные ребята время уже вечер и смотрите сколько у меня времени ушло на чистку 6 с лишним часов представляете я никогда так не заморачиваюсь но просто окисел на ней очень был сильный и 6 часов ушло на чистку ну такая вот теперь зачетная красивая вещица пополнить коллекцию моей супруги моя жена собирает такие вещи ладно сейчас попрощаюсь итак ребята на этом я буду заканчивать свой видео сюжет связано с чисткой как я обещал предыдущих выпусках что я почищу этот складе и вам покажу в какой красе он сейчас находится ну и все нюансы по чистке у нас сегодня погода ужасная был 13 апреля ребят 13 апреля у нас сегодня снег был полдня снег шел ну конечно уже растаял но такие вот у нас аномалии природные ну а вас какая погода пишите копаете нет на этом все точно всем пока до новых встреч на копе или на шуфах а